Итак, Сергей Геннадьевич Жестянников, заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы Павловской области. Я думаю, что вы начнете со вступительного слова, а потом коллеги зададут вопросы. Во-первых, на самом деле, хотелось бы поблагодарить за то, что нашли время пообщаться с нами. Действительно, те вопросы, которые обсуждаются сейчас в государстве, напрямую связаны с миграционными процессами, с принятием концепции государственной миграционной политики. И, наверное, будут еще вопросы по поводу оформления выдачи паспортов заграничных, внутренних паспортов. То есть, как практика показывает, достаточно часто Федеральная миграционная служба связывается только с чередями, когда существуют проблемы пикового сезона по выдаче заграничных паспортов. Я хочу сказать, что действительно сейчас большой упор делается на миграционные потоки, которые у нас существуют. Они существуют достаточно большие, поэтому здесь требуется определенная систематизация, упорядочение этих потоков. Поэтому я бы хотел еще поговорить и об этой сфере нашей деятельности. То есть, немаловажное направление. Я готов ответить на любые вопросы, которые касаются нашей деятельности. По большому счету, у нас никаких секретов и тайн нет. Мы живем, в общем-то, в одной области. Поэтому то, что интересует волжан, череповчан, соответственно, это будет для нас приоритетным в нашей деятельности. Поэтому, пожалуйста, какие будут вопросы, я готов вам отвечать. Сергей Геннадьевич, давайте начнем с первого вопроса. Насколько активно сейчас в Вологодской области предприятие привлекает иностранную рабочую силу? — Понятно. Вот по этому вопросу хочу пояснить следующее. То есть, действительно, активность предприятий в Вологодской области достаточно высока. То есть, если мы еще берем год, два года назад, то есть, 7-10 тысяч, сейчас уже заявок было на 2013 год до 15 тысяч иностранных граждан. Но я хочу сказать, что здесь, с точки зрения Федеральной миграционной службы, правительства Вологодской области, существуют определенные, так назовем это, не запреты, но определенные процедуры привлечения иностранной рабочей силы. И не надо думать, вот многие вопросы задают, выступая различные прямые эфиры, да, проводят. То есть, задают вопросы, вот они тут едут столько, сколько, как могут. Так не бывает. — Хотят. — Конкретно, да, едут исключительно под квоту, под работодателя. Работодатель, для того, чтобы эту квоту ему дали, он должен экономически доказать, что, действительно, из граждан Российской Федерации, да, вместо здесь проживающих, он не может набрать на те или иные специальности людей. Вот, и здесь механизм платирования, он достаточно жестко это регулирует. То есть, все, кто хочет, да, могут приехать, конечно, но устроиться на работу, здесь уже включается другой государственный механизм, который, соответственно, вот уже приоритетное право граждан Российской Федерации, проживающих на территории вот Вологодской области, Российской Федерации здесь исключительно, так скажем. То есть, в любом случае, это все через департамент занятости проходит, в любом случае, через органы местные, местные власти, то есть, они согласовывают эту квоту. Поэтому здесь достаточно такой серьезный механизм, и он регулирует этот процесс с экономической точки зрения, так скажем. — Ну, не секрет, что к нам приезжают на заработки, это вот все передается такой почтой, сарафанной радио, что да, вот, приезжайте, здесь можно работу найти. Вот что делает тем, кто приезжает сюда, вот просто так, без квоты, в поисках денег? — Ну, здесь вопрос, как бы, двух вариантов решается, да, есть внешняя трудовая миграция. Это внешняя трудовая миграция именно у работодателей, да, определенных индивидуальных предпринимателей, ложечных форм собственности предприятий. И вторая форма занятости — это все-таки физические лица, да, это патенты, которые достаточно активно сейчас у нас на территории области используются. Я хочу сказать, что мы где-то по северо-западу занимаем примерно третье место по количеству оформленных и выданных патентов. О чем это говорит? Это говорит не о том, что, соответственно, у нас больше приезжает иностранцев и, как бы, больше, соответственно, у нас осуществляют трудовую деятельность, чем в других субъектах, нет, северо-запада. Это говорит о том, что у нас достаточно активно работа проводится с этой сферой занятости иностранцев. И вот, если мы говорим о статистике, то мы, в общем-то, переломили ту проблему, которая существовала там один-два года назад, то есть ехали с частной целью визита. Сейчас человек примерно представляет, который едет. Да, возможно, вот сейчас существует проблема у сарафанном радио, да, действительно так вот есть. То есть один позвонил другому, приезжаете, есть работа, приезжают. Но, тем не менее, уже, как это было ранее, до института патента, до вот той работы, которую мы провели с частным сектором, в том числе и с использованием средств массовой информации, за что вам отдельное спасибо. То есть это казалось все так, как бы, казалось это сначала неинтересно, и, в общем-то, ну, для кого это нужно? Для иностранного гражданина нужно, а оказалось нет. То есть это нужно и нашим людям, которые их используют на своих приусадебных хозяйствах, дачах, да. Это казалось нужным бюджету. Если мы говорим о цифрах, то сейчас можем сказать о цифре почти 16 миллионов, которые получил местный бюджет, бюджеты вот местные, за использование патента. Все эти деньги остаются здесь. То есть и теневой сектор экономики, вот нелегальная миграция, она ушла. То есть эти люди, которые приезжают сюда, трудятся по патентам, не все оформляют документы. Мы, соответственно, знаем, где этот человек находится. То есть у нас его существуют данные. И вот этот вопрос, как бы, он уже стал из теневой в легальную сферу занятости уходить. Поэтому здесь вот эта эффективность, вот эта работа, она нами будет продолжаться. Вот у нас несколько акций по Вологде прошли. Мы сейчас выехали в Череповец, посмотрим, насколько здесь это надо. Это трудовой мигрант по субботам. Соответственно, осуществляли прием, кто не успел в течение недели сдать документы. То есть вот в этой сфере мы и работаем. Два порядка, как я сказал, разрешения на работу предприятия, системы квотирования. И второе, это работа физических лиц, лица, это получение патента. Здесь никаких сложностей вообще нет. То есть находит работу, получает патент, осуществляет трудовую деятельность. Значит ли это, что ваши рейды в поисках нелегальных мигрантов сейчас безрезультатны? Нет, это не значит. Единственное, знаете, вот я хочу сказать, вот с учетом той системы работы, да, которая сейчас сложилась по квотированию, достаточно эффективная работа. Здесь следует поблагодарить правительство Вологодского, департамент занят. То есть к этим проблемам ко всем очень серьезно стали подходить, экономически просчитывать обоснованность привлечения иностранных рабочих сил. Второе, это система патентов, да. И мы пришли от такой веерной, хаотичной работы, да, раньше, вот куда не заедешь, там везде нелегальные мигранты. Сейчас работа уже идет точечно, то есть работа выстраивается системно. То есть у нас существуют определенные базы, да, мы проводим определенный мониторинг. Мы видим количество прибывших иностранных граждан, количество оформивших документы и примерно просчитываем, где они могут использовать. Потом у нас же есть, как бы, и телефон доверия, и, в общем-то, онлайн общение посредством интернет. То есть получаем эту информацию, согласовываем с прокуратурой соответствующей проверке и совместно с прокуратурой, и с другими правоохранительными органами МВД, ФСБ, то есть наркоконтроль. Проводим вот эти мероприятия. И я хочу сказать, что вот цифры показывают, говорят сами за себя, количество проверенных мероприятий, количество, соответственно, составленных материалов, они примерно одинаковые. То есть все у нас проверки результативны. Просто так сейчас не ездим, никому не досаждаем вот этими своими бесполезными так вещами, да, именно точечно работаем. — Коллеги, вопросы? Что-то я увлекся. Тогда я продолжу. Скажите, пожалуйста, а насколько вот мигранты, которые приезжают, понятно, что нелегально они досаждают своим присутствием, их нужно выдворять, насколько, так скажем, приезжие влияют на криминальную обстановку в области? — По поводу криминальной обстановки, здесь все-таки надо сказать следующее. Если в целом говорить о, соответственно, статистике, здесь существует тенденция к уменьшению преступлений по сравнению с прошлым годом, да, совершенные иностранными гражданами, минус 30%. Но то, что касается самой этой составляющей, то есть мы все прекрасно понимаем, что это все преступления, которые имеют серьезный резонанс, да, и здесь следует еще как бы отметить то, что, вот как уже отмечал прокурор Вологодской области, Хлопушин Сергей Николаевич, увеличилось количество тяжких преступлений. Вот здесь существует проблема, здесь надо нам совместно активизировать усилия по этой категории иностранцев, которые, соответственно, у нас, возможно, находятся еще и нелегально на территории области и совершают вот такие преступления. Поэтому каждый этот факт, он имеет очень большой резонанс, и здесь, и мы в том числе, вот с другими правоохранительными органами, то есть очень внимательно смотрим за этой ситуацией. Спасибо. Сергей Николаевич, очень много жалоб поступает от граждан на какие-то вот такие административные правонарушения со стороны мигрантов, то, что они живут там по 30 человек в квартирах, досаждают там соседям, вызывают там бесконечную милицию, жалуются, ничего, граждане не получается сделать. Как это контролируется? Вот я давайте расскажу, во-первых, то, что делается сейчас, да, федеральной миграционной службой с правоохранительными органами, то, что будет в перспективе вот по этой категории, то есть то, что касается массовой постановки на миграционный учет, да, здесь есть достаточно хороший опыт. Вот мы еще два года назад создали систему миграционной безопасности здесь на территории города Череповца, Вологде, к сожалению, такой нет, но эффективность ее работы заключается не только в том, что выезжаем мы, допустим, и если иностранного гражданина в том или ином адресе не проживает, соответственно, мы привлекаем принимающую сторону, да, кто его ставил на миграционный учет, консервативные ответственности, ну и совместно с прокуратурой, с администрацией, с мэрией города Череповца, то есть проработали вопрос и о второй части ответственности, это вот ЖКХ, да, то есть сколько человек зарегистрировано, столько человек должны и оплачивать соответствующие коммунальные услуги, то есть вопрос возник такой к этому человеку, который осуществляет массовую постановку, то есть, да, во-первых, он заплатил штрафы административные, во-вторых, ему еще предъявили вот такие вот иски финансовые по поводу, соответственно, проживания этих иностранцев, оплаты ЖКХ, то есть и суд, в общем, правоту эту подтвердил совместную нашу, и вот я хочу сказать, что эта тенденция в разы сразу уменьшилась, вот после такой практики, количество таких адресов уменьшилось в разы, вот сейчас мы насчитываем реально 10 адресов таких вот на территории города Череповца, когда еще раньше, там два года назад, это можно было десятками, то есть считать и 50, и 40, и 30, то есть вопрос в том, что как бы как мы будем применять, то есть законодательство, надо более эффективно, более точечно смотреть на это все, то, что мы говорим о вот той работе, которая сейчас с нами проводится, то есть базы все существуют, выборка проводится, соответственно, эти адреса сразу попадают автоматически нам на контроль, и начинается вот системная работа. То, что касается перспективы, которая в ближайшем будущем поможет уйти от этой проблемы, да, это вот как я начал говорить в самом начале, вот до эфира, то есть это законодательная инициатива по введению учетной нормы жилой площади, то есть не более 6 квадратных метров на человека, то есть если эта инициатива будет поддержана, соответственно, здесь никаких резиновых домах уже речи не будет, здесь уже если будет свыше, значит будут другие механизмы включаться, то есть осуществление регистрации уже будет невозможно. Поэтому вот в таком режиме начинаем работать. То, что касается уведомительной системы регистрации, здесь не только, в общем-то, у нас жилой сектор используется, здесь и те же самые стройки, соответственно, и работодатель может поставить иностранного гражданина по юридическому адресу, то есть создав условия. И мы вот в ближайшем будущем, я хочу сразу немножко забежать вперед, то есть в Шексне открываем школу мигрантов и там же, соответственно, можно посмотреть, какие условия. Мы все говорим, что они живут в таких плохих условиях, то есть так рабских труд. Но вот есть же яркие, красивые примеры, где, соответственно, иностранный гражданин живет практически в гостиничных условиях, а внизу будет открыта школа мигрантов. И много вопросов тоже по поводу школы мигрантов задают, для чего, зачем государству тратить деньги. Но дело все в том, что, во-первых, здесь вопрос решается за счет работодателя и самого иностранного гражданина. Они сами изъявили такое желание. И вот последний прием, который осуществлялся по акции трудовой мигрант, иностранные граждане уже узнали, уже обращаются к нам. Я бы хотел поучаствовать, я хотел бы поучиться. Но я думаю, это приятно, когда люди приезжают к нам в страну и хотят знать наш язык, нашу культуру. То есть это достаточно яркий пример, и в этом направлении надо уже начинать работать. Потому что вот эти все проблемы, массовая регистрация, негативные отношения к мигрантов, наверное, все-таки отчасти возникают из-за отсутствия их социальной адаптации здесь на территории России и области нашей. То есть вот в этом вопросе сейчас будут приложены достаточно серьезные усилия с нашей стороны. Владимир, сейчас мы предоставим слово, но вот я хочу в продолжение вот эту тему, почему именно в Шексне? Ведь в Вологде, в Череповце гораздо больше, наверное, даже и желающих. Да, желающих гораздо больше, но здесь же вопрос стоял в том, что это такая, так скажем, мы назовем это социальная инициатива, да, работодатель сам высказал пожелание. То есть многие могут, работодатели, расценивать нашу инициативу с другой стороны, что типа вот мы еще государственную функцию на себя берем. Но я хочу сказать, что, в общем-то, и работодателю это выгодно, то есть человек, который знает русский язык, он и в процессе производства, наверное, лучше адаптируется, нежели, соответственно, человек, который не знает этот язык, да, и техника, и безопасность, и все, что угодно, да. Но возьмем перевозчиков, допустим, здесь же абсолютно нужно это делать, то, что в ближайшем будущем инициатива законодательная есть, что без знания русского языка разрешения на работу иностранному граждану выдаваться не будет. Но мы еще как бы не ждем вот этого всего, мы уже эту работу начали. В Вологде высказали пожелания, в Череповце тоже высказали пожелания. В Вологде мы прорабатываем вопрос с ведущими нашими институтами, университетами, в Череповце, ЧГУ, то есть этот вопрос уже у нас запущен. Просто единственное, что там работодатель, он создал все условия, создал класс, и класс достаточно интересный, там будет и электронная система обучения, то есть диски и проекторы, и плюс еще культурная, религиозная там программа, да. И вот те работники из числа наших граждан, да, которые работают на этом же Питязь, они сказали, ну язык ладно, а вот культурную составляющую мы бы тоже хотели прийти, посмотреть. Вот это на самом деле очень интересно. И это у нас планируется открытие 7-го числа, 7-го сентября. Я, в общем, хочу вам предложить, если это интересно, поучаствовать. Нет, в Шексне. Прямо там, в Шексне. Это первая школа будет, да, первый такой наш опыт. И я думаю, что другие субъекты уже будут смотреть, ну там за счет грантов открывали школы, за счет там, допустим, при православных храм. У нас вот пошла работа именно вот такая. Социальная ответственность бизнеса. Да, совершенно верно, да. Владимир? Я так хотел, конечно, я даже не знаю, лучше я спрошу свой вопрос. Ага, так, конечно, конечно. Откуда вот едут в основном? Там же была волна вьетнамцы, потом летятцы прошли, потом в средние, сейчас. Конечно, тенденции все есть, они, в общем-то, нами отслеживаются. То есть, основное количество пребывающих иностранных граждан, как, в общем-то, Россия, Волга, здесь не исключение, это Узбекистан. Узбекистан, Украина, дальше все пониспаде. Вот эти две основные страны, да, вот это, допустим, если Узбекистан, то это около 26-26%, Украина где-то около 17% от количества пребывающих. Дальше там 10-11, Таджикистан, Киркестан, Армения, Азербайджан, вот все. Основные две, это Узбекистан и Украина. Самые основные. А в следующий раз, с чем это связано? Совершенно верно, то есть, это абсолютно взаимосвязано с сферами занятости, да, сфера занятости, основное это строительство, да, более 30%, то есть, строительство различное, то есть, это и строительство городское, это и строительство, соответственно, вот патенты, частное. По поводу Украины, это лесопереработка, то есть, в общем-то, заготовка, переработка древесины, это в основном граждане Украины у нас используются там. Здесь, в общем-то, как и везде, наверное, как и по всей стране, то есть, тенденции одинаковые у нас на территории Вологодской области. Обязательно, конечно, конечно, прогнозы обязательно составляются тут, без прогнозирования здесь достаточно сложно нам дальше работать, то есть, это вот я и говорю по поводу той же интеграции, то есть, прогнозы, если говорить о том количестве пребывающих иностранных граждан, будут идентичные, то есть, это у нас незначительное увеличение количества пребывающих иностранных граждан, где-то примерно на 9, максимум на 10% в год у нас увеличивается с каждым годом это количество, да, потом прогноз в том, что, соответственно, увеличивается количество проживающих иностранцев уже здесь достаточно основательно, то есть, это разрешение на время на проживание, это виды на жительство, но здесь уже хочу сказать, что те иностранные граждане, которые получают такой статус, они уже, в общем-то, имеют и жилье в большей своей части, и умеют, и, соответственно, уже адаптировались к нашим условиям жизни, и это язык, отчасти, да, это и культура, это, соответственно, и работа. Здесь, как бы, без этого никак, то есть, экономическая, финансовая составляющая состоятельность иностранных гражданин здесь с нами учитывается. – Давайте тогда, значит, я продолжу, скажите, пожалуйста, а, то есть, вот, насколько часто вот те, кто приехал сюда на работу, они остаются здесь, то есть, вот, опять-таки, проценты? – Процентным соотношением, хочу сказать, более 70% это те иностранные граждане, которые приезжают по временной занятости, то есть, в течение года отработали и уехали, все, то есть, не надо думать, что вот приехала, там, допустим, на территорию области сейчас чуть менее 20 тысяч, 19, 500, там, да, постановка на миграцию, что они здесь все останутся, то есть, больше 70% они, в общем-то, покидают территорию, да, отработали и уехали, то есть, получили разрешение на работу, патент, поработали и вернулись обратно, то есть, она такая миграция. И вот в этой связи, что, какие, опять же, законодательные инициативы, правильно говорите, что существует вот сейчас пока система старофанного такого радио, да, в настоящее время рассматривается вопрос уже с рядом государства, такие соглашения Российская Федерация заключила, это об организованном наборе иностранных граждан, наверное, все-таки мы должны идти к этому, что и здесь департаменты занятости, центры занятости должны вот как бы взаимодействовать, может быть, это будет частное агентство занятости, могут государства, но тем не менее, оргнабор должен быть, то есть, люди, которые, соответственно, приезжают сюда, уже должны приезжать к конкретному работодателю, уже эти все квоты должны быть согласованы по конкретным специальностям, да, и проводить уже как бы там первичную адаптацию, там же в этих странах, с которыми, соответственно, соглашения есть определенные, там уже как бы идут и курсы изучения русского языка и по профессиям, возможно, подготовка вот сюда таких иностранных граждан, то есть, я думаю, что в этом направлении сейчас основной упор и будет делать с учетом вот концепции государственной миграционной политики, то есть, это все отсюда будет выходить. — Когда мы говорим об иностранной рабочей силе, всегда рисуется образ такого чумазого там дворника, строителя, но ведь у нас есть еще и высококвалифицированная рабочая сила, насколько вот привлекается в Вологодскую область иностранные специалисты высокое уровне образования. — Есть и такая категория, но да, в большинстве своем, конечно, это низкоквалифицированные специалисты, да, не специалисты, так, низкоквалифицированные рабочие силы, но есть еще две категории, это высококвалифицированные специалисты, которых не так много, есть категория квалифицированных специалистов, которые точно так же система не эквотируется, то есть, иностранные граждане могут приезжать, заключать соответствующие договоры, получать разрешение на работу и, соответственно, осуществлять трудовую деятельность по высококвалифицированным специалистам. Наверное, все-таки больше всего используется в области спорта, а не здесь, вот сейчас стоит это отметить. То есть это вот спортсмены наших ведущих спортивных клубов, да, и, соответственно, ведущие предприятия нашей области, то есть Северсталь, Метис, да, как правильно называется, Северсталь, Метис, да. У нас в Вологде, соответственно, это Нестле фирма, это вот генеральные директора различного уровня, то есть по различным направлениям деятельности инженеры. Еще вот недавно у нас появился специалист в области высоких технологий, тоже был привлечен. То есть есть? Есть, да. А по поводу квалифицированных, это различные, как я уже сказал, директора, инженеры, то есть тоже предприятия привлекают, здесь их побольше, то есть порядка 30 человек на данный период привлекли наши предприятия. Сравнение 20 тысяч и 30 человек. Ну да, да, да. Сравнение как бы не в пользу квалифицированных специалистов, но, тем не менее, такие тенденции есть, и однозначно говорить о том, что все поголовно нет. Есть люди и с двумя высшими образованиями, и с высшим образованием сюда приезжают, и, в общем-то, не обязательно это сразу как квалифицированных специалистов, они ищут себе работу, да, потом себя находят и уже в другом статусе реализуются, то есть статусе по разрешению на время проживания проживающего, по виду на жительство, но, тем не менее, возможно, они не используются в качестве таких вот конкретных должностей, люди образованы, имеют достаточно хороший уровень образования. А вот насколько часто обращаются к вам те, кто хочет, ну вот бывшие наши соотечественники, допустим, из других государств, оказавшихся там, вернуться, не обязательно, может быть, на родину Вологодской области, а просто в Россию, вот к нам именно в область? — То есть обращения такие существуют, то есть программа переселения соотечественников из-за рубежа у нас, к сожалению, пока не принята на территории Вологодской области, да, мы сейчас этот вопрос совместно с правительством области прорабатываем, вернемся к этому вопросу. А то, что касается обращений, да, с анкетами такие обращения к нам поступают, и, в общем-то, мы их передрессовываем в близлежащую область, где, соответственно, эта программа работает. То, что касается, вот, близлежащая, это Костромская область, там есть эта программа Архангская область, там тоже она принята, то есть, и вот они могут поучаствовать вот в этой программе, и там достаточно льготные условия, в том числе и по легализации, получению гражданства. — То есть мы пока не готовы? — Мы, дело все в том, что у нас достаточно серьезные вот эти кризисные явления в нашей области, в общем-то, отразились, поэтому мы пока, да, мы готовимся к этой программе, но, тем не менее, сейчас прорабатываем вопрос, ну, и вопрос-то принимают не на уровне правительства области все-таки, это вопрос принимается на уровне Российской Федерации, не все субъекты. То есть, ну, здесь главный застрельщик, так и инициатор все-таки Федеральной миграционной службы, и мы в любом случае каждый год, ежегодно мы выходим с такими предложениями о том, что все-таки эта программа нам нужна, потому что тенденции, вот сейчас мы увидим такие достаточно интересные, да, вот многие главы местного самоуправления обращаются лично ко мне, говорят, вот есть там коровник какой-то, вот есть еще что-то, вот граждане, допустим, Украины хотели бы вот жить, работать вот именно тут в сельском хозяйстве. Наверное, стоит задуматься нам, раз есть такие обращения, значит, возможно и решение этой проблемы вот в этом режиме. — Ну и можно было решить проблемы образования и здравоохранения в том числе? — В том числе, да, ну, да, в большинстве своем это люди, хорошо говорящие на русском языке, то есть имеющие определенное образование уже, ну, то есть... — Которые готовы поехать, но не обязательно в областный центр, да, пожалуйста? — Сергей Геннадьевич, у меня философский, может, есть несколько вопросов. Не секрет, да, что вот эти мигранты, которые нескольких офицеров, у нас рабочая сила, они довольно компактно селятся, существует, ну, целая квартала, да, где они, ну, по большей части, заняты мигрантами. — В Череповце и Володе, наверное, тоже есть школы, где преимущественно учатся дети-мигрантов. Есть негативное отношение вот к этим процессам в обществе. Вот вы, как специалист, видите какие-то решения этих проблем? Ну, речь идет о гетто, да, ну, выражаясь. — Ну, да, речь идет о гетто. Ну, то, что касается, хочу сказать, Вологодской области, здесь я хочу заверить всех, что таких вот ситуаций у нас нет. И тенденции в этом направлении мы достаточно эффективно отслеживаем опыт и зарубежный, и опыт, соответственно, наших мегаполисов, да, где вот эти проявления уже более ярко выражены. И здесь определенные действия, определенные решения принимаются с учетом этого. То есть, о чем я говорил вначале, да, это школа мигрантов. Безусловно, без нее, соответственно, нам, в общем-то, вот эту ситуацию не решить. То есть, мы должны, иностранные граждане, которые приезжают к нам сюда, да, и которые хотели бы остаться, я не говорю, всех, да, 70% отработали и уехали, да. Возможно, да, они изъявят желание там, и по некоторым специальностям они обязаны знать русский язык, значит, да, здесь будет законодательный вопрос отрегулирован. А те, кто хочет здесь остаться, те, кто собирается дальнейшую судьбу свою связать с Российской Федерацией, вот здесь уже должны включаться другие механизмы, механизмы социальной адаптации, чтобы вот таких кварталов не возникало, таких, так называемых, анклавов этнических, где появляется своя субкультура, да, и вот это яркие привержения, будут продолжения нелегальной миграции, да, здесь уже все, в общем, здесь уже поздно будет что-то делать, вот мы видим опыт зарубежных стран, в общем-то, достаточно сложно, поэтому, как только человек сюда попадает, здесь уже мы должны работать совместно все. Федеральная миграционная служба, правительство Вологодского, сейчас вот ряд достаточно эффективных мер мы принимаем, в том числе с точки зрения и образования, и медицины, и вот расселения этих иностранных граждан, то есть, если мы этого человека адаптируем, мне вопрос задает, вот почему, как сложно это сделать, да не так это сложно сделать, потому что это же все-таки к нам не из Африки едут, не из Индии, это те люди, с которыми еще недавно мы жили, и у них уровень такой адаптации, он достаточно высокий, то есть, нам немножко здесь надо приложить усилия, и они очень-очень так нормально вольются в наш как бы социум. Вот в этой связи и происходит вот наша работа совместно вот с профильными департаментами, чтобы эти люди как бы не сбивались в определенные вот такие группы, и, соответственно, там уже начинаются всякие криминальные проявления. Все-таки мы с ними поработали, пообщались, попытались их социализировать, попытались их научить языку, культуре, и уже и человеку будет легче, ему уже не надо будет бежать вот в эту группу, правильно? Почему они сбиваются? Потому что не зная ни языка, не зная культуру, не зная ни права, то есть, их заставляет вот это делать. А если мы сразу же включимся в этот процесс, то его уже не будет, он будет вполне самостоятельным человеком, вполне жизненно приспособленным, и вопрос этот сам по себе будет отпадать. По миграции еще есть вопросы? Есть. Можно спросить. Что же все-таки привлекает, кроме того, что работная зарплата, это отслеживается по уровню зарплаты, соотношение, как у них в стране, как у нас? Ну, то есть, то, что касается официальных данных, здесь я ничего не могу сказать, потому что нами конкретно заработная плата не отслеживается. То есть, а то, что касается именно общения с главами диаспоры, общения с самими иностранными гражданами, то да, действительно, это заработная плата, которая, это отсутствие там работы, как таковой занятости. И здесь, соответственно, возможность заработать. И, в общем-то, многие, на большинстве своем, я хочу сказать, что иностранные граждане, которые приезжают к нам работать, уезжают потом обратно, это одни и те же люди в большинстве своем. То есть, может быть, из тех 70% можно дать 60, это вот движение именно вот нашей области, тех же самых людей. Ну, вот процентов там 10, 20, 30, с каждым годом новых добавляется. А в основном, это те люди, которые вот недавно вот было общение с ПЗ, да, у нас подшипниковый завод, там один цех, то есть, это граждане Узбекистана, которые уже на протяжении 3-4 лет ездят, уже по-русски достаточно хорошо говорят, уже понимают. То есть, это те же самые люди. А по поводу, ну да, это исключительно занятость, наверное, единственный вот двигатель такой. Ну, от вопросов миграции давайте перейдем к еще одной составляющей, с которой мы вспоминали, да, это очереди. Очереди, да. Очереди за загранпаспортами. На самом ли деле сейчас существуют очереди, на самом ли деле сейчас сложно получить паспорт? Хорошо, вот на эту тему я отдельно тоже вот хотел остановиться. Все-таки, наверное, у наших людей остался стереотип, да, вот, Волокжан, Череповчан о том, что действительно у нас там существуют проблемы, у нас там огромные очереди, нам там не достоятся. Возможно, в пиковые нагрузки, когда вот возникала проблема, да, с получением заграничного паспорта, это вот трудность и была, да. Но в настоящее время, что сделано нами, да, то есть, во-первых, у нас в таком тестовом режиме вообще работают все подразделения. То есть, получается, если дополнительная нагрузка какая-то, мы видим дополнительное количество обращений по этому вопросу, то есть, мы дополнительные часы увеличиваем, мы увеличиваем количество людей, соответственно, на приеме. То, что касается еще одного нововведения, это подача документов через портал госуслуги.ру. Череповец здесь в этом смысле можно только похвалить людей. То есть, достаточно активно используют. Если это касается паспортов нового поколения, это почти 47% всех обращений, почти уже к 50% мы идем. Как вначале была у нас задача такая, где-то около 50%, потому что это удобно, люди понимают преимущество вот этого. Я еще раз хочу обратить внимание череповчан на то, что, соответственно, такая услуга у нас представляется. То есть, это удобно, это хорошо, это очная работа с каждым потребителем нашей услуги, так назовем. То есть, то, что касается паспортов старого поколения, то это до 70% обращений в электронном виде. Плюс еще у нас существует мобильный переносной комплекс. Мы и выезжали на некоторые предприятия Череповца, то есть, проводили там вот такие вот приемы. Соответственно, вот как я сказал, уже график работы мы переделываем постоянно. То есть, и последнее, о чем я хотел бы сказать, что в этом отношении будет сделано федеральной миграционной службой. То есть, мы сейчас проработаем вопрос, в том числе с Москвой, о том, чтобы дополнительный пункт еще открыть. То есть, обращений много. Возможно, что как бы в пиковую нагрузку здесь потребуется нам еще один пункт территориальный, где мы будем осуществлять вот прием заграничные паспорта. В Череповце. В Череповце. В Вологде и в Череповце дополнительно еще по одному. Ну, вот сейчас вот как бы сезон такой пиковой нагрузки будет спадать, обращений практически не будет. Но вот у нас, как всегда, да, сани, телега, вот это все у нас полностью отслеживается. То есть, возникает проблема, начинаются очереди. Но я хочу сказать, что эффективно мы с ними будем работать в любом случае. Уже сейчас эта проблема решается за счет электронного вида. Но все-таки вы как специалист советуете оформлять документы на сайте, чтобы не стоять в очереди. Да, я считаю, что это удобно. И как бы у всех практически сейчас есть интернет, да. Пожалуйста, зарегистрировались на сайте, подали документы. Соответственно, общение идет уже в режиме онлайн, да, там, если какие-то возникли проблемы по заполнению соответствующей анкеты. То есть, мы исправляем эти ошибки, вернее, указываем на эти ошибки. Человек исправляет, направляет, мы принимаем документы к работе. Все. По новому паспорту обращения, по паспорту нового поколения обращение два раза. Это конкретное время, конкретная дата. То есть, сфотографироваться. И второй раз – это прийти и получить паспорт. То есть, не надо стоять с этими заявлениями в очереди, не надо, там, как бы, исправлять их, там, в очереди, на коленках, там, допустим, да. То есть, вот этот вопрос у нас сейчас и мы, да и все эти вот непонятные теневые схемы, которые, не секрет, наверное, существуют, да, всякие пастренческие фирмы. Надобность их абсолютно полностью исчезает. Еще вопросы, коллеги? Все. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Я думаю, что наш опыт мы будем продолжать. Всегда ждем вас в гости. Мы всегда открыты к общению. Спасибо вам.